Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи» и я, её ведущая, Марина Комиссарова. Сегодня у нас в гостях начальник штаба руководства конкурса «Авиадартс» Пётр Алексеевич Серебряков. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы с вами начнём, во-первых, с пояснения. В Рязани во второй раз проходит «Авиадартс». Пройдёт он на полигоне в Дубровичах, специально построенном для проведения этого конкурса. Это финальный этап «Больших армейских игр». Расскажите поэтапно, как это всё происходило. Значит, лётный состав, который будет принимать участие в международном этапе конкурса «Авиадартс», проходил сложный отбор. Он заключался в соревнованиях в три этапа. На первом этапе лётные экипажи проходили отбор в воинских частях и соединениях. На втором этапе – в объединениях. И на третьем этапе – это такой основной, заключительный этап всероссийских соревнований в рамках воздушно-космических сил. Значит, первые и вторые этапы проводились на частях, где непосредственно располагалась авиация, откуда она выполняет ежедневные полёты. Всероссийский этап был проведён в этом году на авиационном полигоне Чауда в Республике Крым. И были задействованы аэродромы в Крыму – это Бельбек и Кировская. И на материковой части – это Таганрог и Крымск. Значит, на каждом этапе лучшие переходили для участия, допускались к участию в следующем этапе. Вот таким нехитрым способом, пройдя три этапа соревнований, участники, которые примут участие, конкурсанты, которые примут участие в конкурсе, отбирались к нашим мероприятиям. Вы обозначили, что это международный этап. Какие команды из каких стран примут участие в Рязанском этапе? Да, этап международный. К нам приехали уже на данный момент, вчера осуществили перебазирование участники из трёх стран. Это участники из Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. Ну, соответственно, и команда Российской Федерации. Если говорить о датах проведения, то открытие состоится уже в ближайшее воскресенье, 31 июля, в районе городка Дягилева. Чего ожидать тем, кто захочет прийти и посмотреть? Значит, 31 июля на аэродроме Дягилева будет проведено открытие конкурса. Оно будет состоять из приветствия главкома воздушно-космическими силами участников конкурса. Затем в этот день у нас планирован еще ряд мероприятий, которые мы будем проводить. Это по подготовке к полетам, а также будет сдача физической подготовки на базе Рязанского десантного училища. Несмотря на то, что это армейские игры, и прежде всего целью проведения их является выявить определенную мощь, показать военную мощь страны, для зрителей, конечно, наиболее интересны показательные выступления «Авиамикс», которые 6 и 9 августа состоятся. Вот расскажите о том, что могут увидеть рязанцы в рамках «Авиамикс». Да, в рамках конкурса мы готовим показательную программу. Это тактический эпизод по обозначению элементов конкурса с представлением новых, модернизированных и перспективных авиационных комплексов. В данную программу включены полеты летательных аппаратов всех родов авиации. То есть это будет задействована и истребительная авиация, и штурмовая, фронтовая, бомбардировочная, армейская авиация, различные типы этих родов авиации. Также будет дальняя авиация, военно-транспортная авиация. Все будут выполнять боевое применение в зависимости от своего предназначения. То есть одни будут стрелять, другие – бомбить, третьи – сбрасывать грузы, тушить пожары. Также в рамках этого тактического эпизода будет выступление авиационных групп высшего пилотажа Российской Федерации. Это на вертолетах Ми-28 «Беркуты», на самолетах Су-27 «Русские Витязи», на самолетах Су-30 «Соколы России», на самолетах Як-130 «Крылья Тавриды», и на самолетах МиГ-29 «Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи». Несмотря на то, что второй раз проходит в Рязанской области авиадартс, жители нашего города с нетерпением уже ожидают мероприятия и планируют посещать даже каждый конкурсный день. Между тем, проезд на личном транспорте к полигону будет запрещен. Каким образом добираться? Планируется проезд на личном транспорте до перехватывающей парковки. Перехватывающая парковка будет расположена на удалении от самого полигона порядка полутора километров. От перехватывающей парковки до полигона будут ходить автобусы, которые будут доставлять зрителей туда и обратно. Соответственно, можно приехать на парковку, оставить автомобиль, доехать до полигона, посмотреть и тем же порядком быть обратно. Также планируется доставка зрителей из самого города Рязани. Данную информацию можно увидеть в средствах массовой информации. В печатном виде, либо в интернете. Все будет доведено в ближайшие дни. В преддверии праздника расписание будет размещено и общедоступно. Хотелось бы разъяснить, 9 августа будут подводиться итоги и награждаться победители. По итогам, какая команда станет лучшей, по каким критериям будет оцениваться мастерство летчиков в небе над Рязани? Значит, мастерство летчиков будет оцениваться по следующим элементам. Это физическая подготовка, это все на земле будет. То есть здесь быстрота, ловкость будет оцениваться. Далее у нас и авиационная часть. Летчики будут соревноваться в технике пилотирования, в навигации, в ведении визуально-воздушной разведки наземных объектов. Также летчики будут соревноваться в боевом применении в зависимости от рода авиации. Соответственно, за каждый элемент будет восстанавливаться оценка, вернее начисляться количество баллов, которые при суммировании будут выявлять победители. Наверняка у наших телезрителей возникнет вопрос относительно конкурсных дней. Как они будут проводиться и когда лучше всего приезжать, чтобы что-то зрелищное увидеть, созерцать? Значит, полеты будут выполняться по плану конкурса 2-3 августа и 5-6 августа. В принципе, в любой из этих дней можно прибыть на полигон, посмотреть работу авиации. 2-го числа у нас ожидается тренировка нашего тактического эпизода «Авиамикс» и пристрелка оружием. То есть конкурсанты будут выполнять учебные полеты на стрельбу вооружения своего. Чтобы посмотреть еще раз, посмотреть полигон, ознакомиться с его ориентирами и проконтролировать, что все у них в порядке, оружие исправно. Далее 3-го числа у нас будет также проводиться тренировка тактического эпизода. И участники будут соревноваться в технике пилотирования, ведении визуально-воздушной разведки и навигации. 4-го дня полетов не будет. 5-го числа у нас также тренировка «Авиамикса» и выполнение полетов участниками конкурса на боевое применение. И 6-го числа, это завершающий этап, уже тактический эпизод будет показан во всей своей красе. И также будут выполнять участники полеты на боевое применение. И еще один вопрос задам. Если говорить о масштабах армейских игр «Авиадартс», то хотелось бы сказать, что это одни из самых крупных, наверное, среди родов войск различных конкурсных программ, с какой целью вообще было принято решение проводить такие игры? Ну, цель одна – это чтобы наши летчики были лучшие, занимались своим любимым делом, занимались мероприятиями боевой подготовки, потому что «Авиадартс» – это как бы идет подготовка летчиков в полной мере. Поэтому цель одна – повысить боеспособность нашей Родины. Ну, а также, естественно, соревновательность, она как бы придает дополнительные силы, дополнительную энергию. Ну и помериться силами с иностранными государствами тоже интересно, тоже посмотреть, на что они способны. Может быть, какой-то опыт положительный перенять у них для нас. Напомним, уже в ближайшее воскресенье, 31 июля, состоится открытие конкурса «Авиадартс», который продлится до 9 августа. В течение всех конкурсных дней горожане имеют уникальную возможность наблюдать силу и мощь летчиков в небе над Рязанью. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»!